Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами пустые баночки зимы. И с одной стороны, я не собиралась снимать это видео, и пусть у меня не так много разных средств, но мне нужно срочно освободить мою бьюти-комнату, а я как блогер складирую мусор по факту. Но эта рубрика уже так давно на моем канале, и мне жалко от этого избавиться. Все-таки это финальный разбор, это финальные вердикты, мнения. И также я хотела бы призвать вас пересмотреть ваши косметички. Возможно, у чего-то уже истек срок годности. Может, что-то вам не подходит, не радует вас, и стоит это передарить кому-то другому, если средства в нормальном состоянии. И также хочется, знаете, чтобы мы с вами заканчивали одни средства, и только потом распаковывали новые, чтобы это, опять же, не пропадало. Ну что, поехали! Недавно я сказала, что я пользуюсь автозагаром для тела, и было достаточно много вопросов, так как тема актуальная. У меня как раз закончился, и я сейчас купила себе точно такой же. Это польский бренд DAX. Он стоит около 10 долларов, можно попасть на скидку, но в целом это недорогой бренд. Автозагар в виде пены, которую я наношу при помощи специальной перчатки. Я покупала ее на Алиэкспресс, у меня и даже целых две черного цвета. Они прочные, хорошо служат, я постараюсь отыскать ссылку. Автозагар распределяется очень просто вот этой перчаткой, и есть версия для темной кожи, вот эта кокома, которая у меня, и для светлой. Как бы этот должен подходить больше с муглянком, но несмотря на это, у него очень красивый оттенок, он не полосит, он держится в течение, наверное, полутора недель. Ну, конечно, если вы не будете скрабироваться каждый день, и мне нравится оттенок, который он дает. Нужно быть предельно аккуратной в области рук и ног, чтобы не было никаких разводов и пятен. Ну, у меня такое случается редко. Разве что я где-то там что-то забуду смыть или дораспределить. Иногда вечером настолько нет сил, и ты с этим автозагаром что-то пропустишь. Но в целом он достаточно непроблемный. Я обычно наношу его на ночь, надеваю пижаму с длинным рукавом и с длинными штанами, и тогда постель не окрашивается. Если лечь в какой-то коротенькой открытой пижаме, то я думаю, что автозагар немного останется на простыне и на вашем одеяле, а может даже на подушке. Я знаю, что этот автозагар также наносит на лицо. Я как-то в последнее время ничем не пользуюсь именно на лицо, а вот для тела очень его люблю, и, собственно, поэтому приобрела его снова. Я видела, что он продается на мейкапе. У нас я приобретала то ли в Росмане, то ли даже в Ашане. Ну, это общедоступный бюджетный польский бренд, который есть буквально в каждом магазине. А еще важный момент – это отдушка. Я не могу сказать, что совсем отсутствует запах автозагара, но не настолько ядреный, как в некоторых даже очень дорогих. Бальзам для губ – такой лип-максимайзер, который кочевал из одной моей сумки в другую от бренда Pixie. Вот он закончился. Очень классный, ментоловый, он был прозрачным, хорошо увлажнял губы, давал красивый блеск и также восстанавливал их, когда, например, обветришь или пересушишь каким-то карандашом или матовой помадой. Работал на ура и пахнет тоже мятой. Достаточно долго удерживался на губах и с удовольствием взяла бы себе точно такой же. Палетка теней для бровей от бренда MAC. Интересно, она все еще продается? У меня самый светлый оттенок – Fling. Нужно это проверить. Они были абсолютно чудесными. И пигментация, и цвет – все подходило мне идеально. Они самые светлые из всех, которые мне приходилось пробовать. Вот остатки были. Я случайно уронила и разбила. Думаю, что придется выбросить, потому что этим неудобно пользоваться, плюс крышечка отваливается. Здесь было два оттенка теней. Один посветлее, второй потемнее. Но как-то сильно они не отличались друг от друга. И еще был отдел с такими перламутровыми, жемчужно-белыми тенями. Я не знаю, куда их используют люди. Я иногда наносила их в уголок глаза, но как-то я особо не находила ему применения. Это одни из самых классных теней для бровей, потому что они самые светлые. И вот по сравнению с Анастасией, которую я купила повторно. Раньше Анастасия была моим идеалом. Сейчас, как мне кажется, их тени для бровей стали более пигментированными. И в самый светлый оттенок для блондинок они зачем-то добавили рыжину. А вот эти были правильного серо-коричневого с небольшим оливковым подтоном. И для теплых блондинок светленьких это просто находка. Если они еще продаются, то тоже советую вам. Мицеллярная вода от Эволайн с алоэ и коллагеном. Написано, что она удаляет даже водостойкий макияж и интенсивно увлажняет. По поводу водостойкого макияжа ничего не могу сказать, потому что у меня обычная тушь, какой-то не самый стойкий тональный крем, и с этим совсем она справлялась хорошо. Большой формат, доступная цена. И для такого ежедневного использования мне она подходила хорошо. Очень легкая отдушка, свежая, ненавязчивая. И действительно не сушил мою кожу. Не говорю он, потому что по-польски это пуэн мицеллярный. Иногда путаюсь. Эта мицеллярка еще и не раздражала мне глаза. Как по мне, одни преимущества увижу когда-то еще и по акции, которые часто бывают в Польше. Приобрету снова. Корректор для лица от бренда Pupa. Это моя волшебная палочка, если на лице есть что скрывать. Это постакне или, например, какой-то прыщ, который вам нужно замазать. Ну вот, нет другого выхода. И пластырь тоже не подойдет. Вот это точно все перекроет, будет стойко держаться. Он якобы заявлен как и консилер под глаза, но я его так практически никогда не использовала. Зачастую что-то, знаете, скрыть. Если у вас есть пигментация, то тоже советую попробовать. Есть только три оттенка. У меня второй, и он чудесным образом подходит мне и летом, когда я загорела, и тогда, когда я вообще без загара. Но есть и первый оттенок. Он, наверное, будет самым универсальным для славянского типа внешности. У него кремовая текстура, очень хорошая пигментация. Я наношу его на то, что мне хочется скрыть, и аккуратно растушевываю спонжем, при этом он не смотрится как замазка. В наших магазинах на него очень сильно завышена цена, поэтому советую искать онлайн или же брать по акции. Увлажняющий крем для тела от бренда La Roche-Posay. Это линейка Le Picard. Тройной бальзам восстановления устраняет ощущение сухости, способствует уменьшению зуда, и я абсолютно с этим согласна. И даже когда у меня сухие руки, я наношу его в качестве крема для рук. Его настолько надолго хватает, что конца и края не видать. Я чувствую, что в упаковке еще что-то есть. Я ее разрежу и допользую все. Если у вас очень сухая кожа, если у вас атопический дерматит для ребенка, для всей семьи, супер универсальное средство без отдушек, с такой плотной густой консистенцией, но которая не создает ощущение пленки. Да, это несомненно окклюзия, но это приятно ощущается. И даже когда у меня ничего сверхъестественного с кожей не происходит, особенно на теле, я все равно пользуюсь им в качестве, например, увлажняющего средства, особенно в холодное время года, после бритья ног, например, или в качестве ежедневного бальзама. По уходу за кожей я очень сильно его люблю. Большой формат 400 мл. И мне кажется, что его хватит на очень долго даже для всей семьи. Мне не кажется, я уверена, и у меня сейчас есть точно такой же. Успокаивающая, восстанавливающая маска от бренда Holy Land. Один из моих самых любимых косметологов в Кракове работает на этой косметике. И я каждый раз была довольна ее услугами. Просто сейчас я пошла к другому специалисту, была несколько раз, потому что мне нужен был лазер, и я обязательно к ней вернусь. Если вам нужны контакты хорошего косметолога, это не реклама, это рекомендация души, я оставлю вам контакты в инфобоксе, если не забуду. Так вот, у нее иногда покупала некоторые средства от Holy Land, и зачастую мне все подходило. И я даже повторяла некоторые из них, и моя мама любит эту косметику. Она приедет, я покажу вам ее уходовую косметичку и также декоративную. Хотя она приезжает ко мне и часто пользуется тем, что у меня есть. Но сделаем подборку и сниму такой ролик или во влоге покажу. Возвращаясь к маске, так как я ленилась в прошлом году пользоваться чем-то дополнительным, а не таким базовым, то она начала иметь не очень приятный запах, и я думаю, что она испортилась. Но раньше мне она нравилась, такая голубая, даже когда были какие-то покраснения или после каких-то процедур, или после кислот, мне хотелось помочь своей коже пережить этот момент, когда были какие-то раздражения. Она действительно чудесно работала, имеет прикольный, красивый голубой цвет, и когда наносишь, как-то так позитивно это выглядит. Ну, это такое мелочи. Но мне нравится, когда это и приятно пахнет, и приятно держать в руках, и по цвету, и по текстуре, и, конечно же, по действию. Это все вот прям мое. Классная маска. Я не помню, сколько она стоила. У нас Holy Land продается только в косметологических магазинах, а кабинетах, и также официальный магазин есть. А так больше я нигде не видела. Маска классная, как и вся линейка. Сыворотка для роста ресниц от X-Lash. Она у меня лежит в пустых баночках очень давно, и я ничем не пользуюсь, уже на протяжении, наверное, полугода. Но если у вас слабые ресницы, если вы хотите сделать их крепче, длиннее, и они даже по цвету становятся темнее, X-Lash, я могу вам советовать. Она не вызывает покраснений глаз, раздражений, ощущение песка в глазах. Но это сыворотка для ресниц без гормонов. И когда у меня выпадали и волосы, и ресницы после ковида, когда я вижу, что они такие какие-то хиленькие, я вот заказываю эту сыворотку. Сейчас у меня нет ничего, и это мои естественные ресницы, но тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог что-то произойдет. Я знаю, чем я буду спасаться. Первые эффекты я видела, наверное, недели через три. Но чем дольше ей упользуешься, ну, сначала это несколько месяцев, да, каждый вечер, она в виде вот такой подводки очень удобно все наносится. И потом только раз в неделю для поддержания результата. И пока вы будете ее пользоваться, у вас вот такие красивые, длинные, изогнутые ресницы очень крепкие. Они такие блестящие. Я, правда, очень любила эту сыворотку. И когда перестаете пользоваться, то со временем ваши реснички возвращаются к исходному результату. То есть я не заметила, чтобы они ухудшились. И вот ресницы лично для меня, это моя заморочка, это вот такая моя фишка, мой пунктик. Я люблю длинные, заметные ресницы. Если вдруг что, я знаю, чем я буду их реанимировать. Этот спрей, будем о нем говорить или нет? Я купила его у парикмахера. Возможно, он где-то представлен. Не буду показывать вам слишком близко, потому что он был у меня так долго, что он супер заюзанный. Матовая упаковка, пластиковая, она немного затерлась. Это кондиционер для объема в виде спрея, который наносится на влажные волосы, и потом ты их сушишь. Я не могу сказать, что на моих волосах это был эффект вау. На моих волосах вы такого не дождетесь. Это невозможно. Это проверено и доказано парикмахерами в том числе. Но вот я видела разницу, когда я пользуюсь им и когда не наношу ничего. Куплю ли я его повторно? Наверное, нет, потому что мне хочется попробовать еще что-то. А вдруг? А мало ли? Может, я еще чего-то не знаю? Но вот так вот, если бы он еще не закончился, я бы его наносила. И сегодня, кстати, я снова достала свой Dyson. Я нашла средства, которые вы частенько рекомендовали мне в последнем влоге, в комментариях. Воспользовалась им, и вроде как они пушатся меньше. Но с этой стороны я вам рассказывала. У меня сожженные волосы, от них нечего ожидать. Я просто жду, когда они отрастут. Вот почему я об этом так часто вспоминаю. Только по той причине, что вы спрашиваете. А что у тебя с волосами? Девочки, отращиваю. Поэтому спокойно. И хотите мой вам совет, если у вас приключилась такая же история. Вас некрасиво постригли, и это невозможно перестричь. Вам сожгли волосы, так как мне. Самый бюджетный совет и работающий. Который, вы знаете, из серии непрошенных, ну уж послушайте. Оставьте их в покое. Да, масочки, там всякие примочки немного приведут их в более-менее нормальный внешний вид. Но структуру и качество волос вы никогда не восстановите. Это и так неживое, да? А его еще и сожгли. Поэтому не ожидайте от косметических средств, от масок, еще чего-то, что они, вы знаете, склеят вам обратно волосы. Как-то вот вернут то, что было. Нет. Лучше не перебарщивать, не насилуйте их. Потихоньку состригайте. Мажьте чем-то там, чем-то пользуйтесь, чтобы было более-менее. Но не ждите, что что-то супердорогое или бюджетное вернет то, что было. Увы и ах, это то, чем занимаюсь я. И я отпустила эту ситуацию. Все. Больше какие-то вопросы по поводу волос я не отвечаю. Ну, потому что зачем елось к одну и ту же тему. Я даже не злюсь, если честно. Очень классный оттеночный гель для бровей от бренда Bourjois. Он у меня в первом оттенке для блондинок. Но я могу сказать, что он универсальный. То есть, это тауповый, правильный, не слишком темный. У него аккуратная кисточка, щеточка, которой можно прочесать все брови. Это не сверхсильная фиксация. Но для большинства людей, которые не гонятся за трендами, когда брови приклеены так, как у меня, это будет достаточная фиксация. На каждый день хороший. Он прекрасно подчеркивает брови. Если вам нужно что-то еще дорисовать, можно взять маркер или какую-то помадку. Но когда мне было лень, я брала этот гель для бровей, начесывала, особенно когда бежала на тренировку. И хоть, ну вот, брови оставьте, потому что вообще буду молью. Еще и с какой-то типа как фиброй был. Но вот честно вам говорю, что она не особо заметна на бровях. Да, делает их гуще визуально, более окрашенными, но все еще естественными. Миниатюра BB крема Эрбориан. Я думаю, что многие из вас знают его. Да, у него хорошая пигментация. Он и увлажняет кожу, и также как-то усаживается, фиксируется и становится таким полуматовым. Особенно в холодное время и для ежедневного использования классные с оттенками, конечно, проблемы. Потому что для меня идеальным решением было смешивать потемнее и самый светлый. Потому что вот этот такой сероватый, а более темный слишком загорелый для меня. Поэтому приходилось миксовать. И я вот попробовала наносить этот BB крем на свою двоюродную сестру. У нее более жирная кожа. И несмотря на то, что она вообще не особо красится, самый легкий естественный макияж ей понравилось. И по ощущениям понравилось настолько, что мы пошли в Сифору, и она взяла себе точно такой же маленький формат. Удобно брать с собой куда-то в поездку. Скажите, кто им пользуется, кому нравится, кому не зашел и почему. Я могу сказать, что дороговато. Сейчас на него повысили цену. И честно, вот положа руку на сердце, и может хотелось бы купить, но я как-то еще больше люблю вот эти тональные кремы от Enough. Это одни из лучших тональных кремов в принципе. Так что Эрборио на нее окей, они прекрасные. Но если выбирать, то я выберу что-то, что более бюджетное, потому что они лучше увлажняют. Вот это то, за что они мне нравятся чуть больше. Но если для жирной комбинированной кожи, если вам нравится что-то более матовое, то, конечно же, Эрборио это супер. Маркер для бровей от Эвелайн в самом светлом оттенке. Кто-то мне писал, что я перепутала колпачки. Нет, здесь, в первом, который я купила, колпачок тоже темнее, чем у оттенка Medium. Вот обратите на это внимание, читайте, что написано на самом маркере. Light или Medium. Обожаю, обожаю. Если вдруг Эвелайн решает снять их с производства, я буду расстроена, и я куплю себе фуру. Потому что для меня это сейчас самый удобный способ оформления бровей. Самый стойкий, самый модный, естественный и так далее. Пожалуйста, какой-то прозрачный гель для бровей, суперсильной фиксации и маркер. Я достаточно редко пользуюсь тенями для бровей. Они здесь тоже есть в виде спонжа. Иногда только. Признаюсь честно, больше всего меня интересует вот эта сторона именно с маркером. И я говорила вам, что мама, двоюродная сестра купила все мои подружки. Самый универсальный оттенок это Medium. Если хотите посветлее, то Light. И я могу нарисовать им светлые брови. Такие, знаете, прям вообще, как будто я с такими встала. А могу так, как сегодня. Разойтись и самым светлым оттенком сделать себя потемнее. То есть, можно наслаивать, можно дорисовывать. И при этом он еще и хорошо держится. Короче, любовь. Я даже в фаворитах куда его показывала. Увлажняющий крем от бренда Dr.Jart. У меня было несколько миниатюр. Я покупала их в сифоре. Вот умывалка мне не подошла. Чешется собака. Простите. Это линейка направленная на увлажнение, на восстановление защитного барьера. И, вы знаете, крем очень классный. Он необычный. Он, с одной стороны, гелевый, но с другой такой, знаете, плотненький. И вот наносишь его, и у тебя настолько сияющая кожа. И он действительно отменно работает с сухостью. Кожа, когда вот погода какая-то непонятная за окном и летом, я думаю, что мне с ним будет тяжеловато. Во все остальные времена года, будто осень, весна или зима, вот он вообще хорошо. В качестве такого повседневного базового крема и даже для жирной комбинированной кожи. Если вам нравится чуточку так, как бы защитить свою кожу от мороза, от ветра, например. Мне понравился. И, насколько я помню, то он не имел какой-то явной отдушки. Ну, чуть-чуть чем-то косметическим. Если встречу в Сифоре по приятной цене, не исключено, что я куплю его. Вообще не ожидала. Думала, что это какой-то легкий гель, но нет. Увлажнение на десятку. Из десяти, чтобы было ясно. Закончился у меня бронзера-скульптор от бренда Make Up For Ever. Это оттенок S112. У нас зимой была скидка минус 25% на всю декоративку. И я купила себе точно такой же рефил. Это идеальный запеченный такой и бронзер, и скульптор два в одном для светленьких девочек, для визажистов. Очень приятная, мягчайшая текстура. Можно наслаивать, можно слегка подчеркнуть скулы или сделать такой драматичный эффект. И я говорю именно о светлой коже. Но даже когда я была загорелой, я брала кисть поплотнее, раз-раз и готово. Очень просто наносится, без каких-то заморочек. Даже если вы не умеете краситься, у вас с ним все получится. Здесь все сошлось. И текстура, и пигментация, и оттенок. Но вот что значит настоящий фаворит. Я его покупаю, наверное, раз в четвертый. И каждый раз до дна. Так что очень хороший, нежно люблю. И передаю информацию дальше, если вы ищете какой-то и бронзер, и скульптор два в одном. Потому что он и не слишком холодный, и не рыжий при этом. Так что снова есть у меня ура-ура. Спрей для фиксации макияжа от бренда MAC. Фикс плюс культовый. Меня до сих пор немножко удивляет, почему многие говорят, что этот спрей проливает стойкость макияжа. Нет, это не так. Этот спрей можно наносить перед макияжем, то есть перед тоном, перед базой. Он дает увлажнение. Или же после всего-всего, что вы используете для макияжа лица. Это, ну скажем, база, тон, румяна, бронзер, пудра. Или что-то одно. И вот когда вы наносите столько слоев, и пусть это будет даже вот самое тонкое покрытие, все равно иногда некоторые средства выглядят слишком пудрово. Или макияж выглядит слишком плотно на лице. Или же вам недостаточно увлажнения. И вы хотите все соединить воедино, каждый слой. И придать лицу естественный блеск, вы наносите спрей от MAC. Это для меня лично вот самый лучший спрей для фиксации макияжа. Но влияет ли он на стойкость? Нет. Просто макияж гораздо легче ощущается после нанесения этого спрея. Бутылки, всякие тюбики после MAC мы не выбрасываем. Собираем 6 штук. Относим в MAC, получаем любую помаду из стандартной коллекции на выбор бесплатно. До сих пор это есть. И я вот недавно выменяла себе новенькую помаду. Себе и маме. Крем под глаза от польского бренда Cloche. Я недавно его показывала в уходе. Говорила, что я начала им пользоваться. И это действительно было так. Но, слушайте, сначала у меня сломалась крышечка. Потом сломалась помпа. Когда я уже не выдержала, открутила это все, я поняла, что я не могу его достать даже... Ой, что-то высыпается с него. Даже вот этой трубочкой. Потом я начала доставать его палочкой. Потом этот крем начал засыхать. В конечном итоге он выбесил меня настолько, что я переключилась на что-то другое. Я такое не люблю. Тем более, что это не бюджетный бренд. Это питательный крем-маска. И он неплохой. Без спецэффектов. Просто хороший, нормальный такой питательный крем под глаза на каждый день. Но вот упаковка, что с ней не так, я не понимаю. И состав здесь хороший. Но у меня лично отпало желание покупать его снова. Я сейчас заказала себе хэммиш. Он как раз сегодня приехал из iHerb. Буду пробовать что-то другое. Это у меня масло для губ от бренда Eveline. Точнее, было. Здесь вот уже остаток. О, который, кстати, сейчас попробую еще доиспользовать. Он стекает. Это не густое, не вязкое масло для губ. Оно очень легкое, с приятным красноватым оттенком. Написано, что с органовым маслом. Наверное, оно там есть. Но вот на каждый день просто, когда губы совсем убитые, нужно чем-то другим восстановить. А так, чисто для увлажнения, что-то там накрасить на бегу. Нравилось оно мне? Если бы не нравилось, я бы не закончила его. Тоже лежала в машине. Знаете, такое первое спасение, когда чем-то надо намазать губы. Они у меня постоянно сухие, так что я вечно ношу с собой что-то. Приятный аромат у него. Приятный красноватый оттенок, который вообще полупрозрачный на губах. То есть он не смотрится красным, ярким, вот таким насыщенным. Так что к каждому макияжу подходил. И даже когда-то совсем не накрашено, то смотрелось уместно. Классное, недорогое масло для губ. Ой, вот это я просто обожала. Прям жалко, что закончился. Бальзам для губ от La Roche-Posay из линейки Цикопласт. Это универсальная вещь для всей семьи. Потому что он может работать и как защитное средство от мороза. Он приятный, чуть сладенький и как что-то восстанавливающее после обветривания. И для мужчин, и для детей, и для женщин. Я часто наносила его на ночь. Просто вот, чтобы за ночь губы так увлажнились. Если они сухие, то и восстановились, пришли в себя. Он совершенно прозрачный на губах. Густой. Тоже долго сможете им пользоваться и продается в каждой аптеке у нас. За несколько секунд убирает какие-то неприятные ощущения с ваших губ. И становится легче. Буду в аптеке, нужно не забыть приобрести. Ампула с витамином С от бренда Миша. Здесь витамин С в форме аскорбиновой кислоты. То есть для чувствительной кожи, наверное, это будет too much. Если у вас жирная, плотная кожа, которая нормально переносит все возможные пилинги. Для вас это будет вообще хороший вариант. Даже не на каждый день. Потому что это все-таки ампула, скажем, несколько раз в неделю. Или же можно использовать в качестве какого-то легкого, отшелушивающего пилинга на проблемные зоны. Где у вас пигментация, какие-то постакне. Но будьте осторожны те, у кого кожа чувствительная. Кто реагирует на гликолевую кислоту. На всевозможные фруктовые кислоты. Потому что это действительно термоядерная ампула. Вот когда у меня была проблемная кожа и были постакне. Это было в начале весны. И это не одно-два, а вот 10 пятен с одной стороны, 10 с другой, на лбу. Ну, в общем, живого места было немного. Все это я вводила кислотами, разными пилингами. И вот этой аскорбиновой кислотой в том числе. Куплю ли я ее повторно? Я сейчас переключилась на ретинол. И пока что ретинол работает на мне лучше. Но если у вас, так как я сказала, кожа жирная, плотная, хорошо все переносит, то стоит попробовать. А вот и ретинол, которым я пользуюсь, это Art Naturals. Я рассказывала о нем в зимнем уходе и в фаворитах, поэтому не стану повторяться. То же самое могу сказать о бренде Sunday Riley. Я все подробно разжевала видео о зимнем уходе. И я не забираю ни одно из своих слов обратно. Любила нежной любовью. Крем с витамином С, питательный, очень классный. Такое сухое масло тоже с витамином С и для проблемной кожи. Нежирное на холодное время года. И крем под глаза. У нас какие-то проблемы с поставкой вообще всего. Потому что ничего нет онлайн в Сифоре. И также в каждом стационарном магазине, в котором я была в Кракове. Вообще ничего нет. Так странно. А я хотела купить. Я постараюсь не забыть, что я планировала к этому вернуться. Потому что мне прям идеально подходило. Идеально. Я знаю, что многие любят этот бренд и ценят. И я понимаю, почему. Я на себе это проверила. Вот такая малютка, которая ездила со мной в разные поездки. Несмотря на то, что это вообще мини-мини формат, мне хватило его на очень много применений. Это масло для лица от Эммы Харди. Боже, оно великолепное. Оно настолько приятно пахнет. Оно легкое, не жирное. Оно не забивало поры. Оно так хорошо напитывало кожу. Я наносила вот капельку даже в тональный крем. И в качестве вечернего ухода под крем. И вообще, ну масса применений. Можно поверх него делать массажи. Это дорого, но оно того стоит. Здесь комплекс разных натуральных масел. И масло миндаля, масло виноградной косточки, масло камелии. Господи, такая маленькая упаковка. Еще и написано на прозрачном стекле. Знаете, старость не радость. Еле могу прочитать. Масло абрикосовые косточки. Оливков? Нет. Что-то оливковое я не вижу. Масло черной смородины. Всякие там увлажняющие компоненты, но их немного. Синтетическая душка, но она в конце, это говорит о том, что там небольшое количество. Но мне она вообще не раздражала лицо. Масло виноградной косточки. В общем, лавандовое масло очень достойное. Прям жалко, что закончилось. Ну посмотрю, может где-то есть мини-формат. Тушь для ресниц от Бобби Браун. Если вы смотрите меня давно, то наверняка знаете, что я, ну вот, огромная поклонница силиконовых щеточек. Есть несколько тушей с классической щеткой, которые произвели на меня супер впечатление. И от которых у меня были черные, легкие, пушистые, густые ресницы. И вот эта тушь, которой я накрасилась, такая, ничего себе, а что, так можно было? Это классическая Smoky Eye Mascara. Она вообще не раздражает глаза. И с ней вот приблизительно такой эффект, как у меня сегодня. У меня еще где-то есть небольшая. Нужно ее достать и начать пользоваться, чтобы она не засохла еще, не будучи вскрытой. Это одна из самых хороших люксовых тушей. Вот знаете, когда ты ничего не ожидаешь, потом красишь и так, вау. Вот, правда, я редко хвалю какие-то люксовые туши. Я сама покупаю часто бюджетные. Но вот эту хотелось бы, знаете, вернуть. Потому что есть немного вот таких тушей, которые и не перегружают ресницы, и при этом делают их такими, как я люблю. Более заметными, но еще и более пушистыми и такими какими-то легкими, которые вообще никак не ощущаются на глазах. Потому что иногда, как накрашу сильно, потом думаю, господи, когда я умоюсь. Бывает, что перебарщиваю, но иногда нравится так, как сегодня. В один слой, раз-раз, и готово. Ну и в конце просто еще раз напомню о том, что у меня есть мой любимый шампунь для проблемной кожи головы. Если что-то чешется, если у вас есть перхоть, у меня ее нет, я покупаю его от Зуда. Сейчас, к счастью, эта проблема ко мне практически не возвращается. Но если вдруг что-то чувствую, сразу же включаю этот шампунь в свой уход. И на мне он отменно работает. Мне его назначал мой дерматолог, еще раз скажу. И вот с тех пор он постоянно со мной. И мне нужно пользоваться на повседневной основе, когда вы уже восстановили кожу головы. А только лишь для поддерживающего такого эффекта, скажем, раз в неделю, раз в две недели. Лично мне этого достаточно. У меня вообще такая большая банка с помпой. Вот это я купила, когда мы куда-то там полетели, я не помню. И у меня чуть-чуть что-то почесалось. Я вот только чувствую, что что-то начинается, я сразу же реагирую. Я постоянно вожу с собой таблетки от аллергии, какие-то мази и снимающие зуд в том числе. Потому что это просто черные дни были, когда у меня был страшный нейродермит, еще и с аллергией. Вспомню, аж вздрогну. И не дай бог этому повторится. Так что дую на холодное, лишь бы это никогда ко мне не вернулось. И вот потом возила с собой эту баночку. Кстати, может я ее и сохраню, буду возить с собой на всякий случай. Но этот шампунь до сих пор всегда есть у меня в ванной комнате. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я надеюсь, что вам было приятно повидаться. Я стараюсь регулярно выкладывать видео на своем канале. А мы с вами встречаемся совсем скоро в новом влоге и в других видео, и о косметике в том числе. Все. Пока-пока.